Вместо того, чтобы развивать городскую инфраструктуру, работать над туристической привлекательностью, поддерживать в нормальном состоянии школы и больницы, старейший город Одесской области озабочен совсем другим вопросом. В дома Акьерманцев вода подается по графику, так же, как это было в 90-е. Скважин не хватает, еще и районы электросети их отключают за малейшую задолженность. На данном этапе у нас сегодня на предприятии числится 43 скважины. Из них 34 рабочие, остальные просто требуют капитального ремонта или полностью непригодны уже к эксплуатации. Конечно же, этих скважин не хватает для водоснабжения города. В летний период времени водоснабжение города достигает или необходимо его количество воды в пределах 12 тысяч кубов в сутки. А собственные источники, вот эти скважины, могут дать всего лишь 7 тысяч. Поэтому 5 тысяч дефицит вот этот как раз и дает разрыв и подачу воды по графику в город. Еще одна причина нерегулярной подачи воды в жилые дома – морально устаревшее оборудование. В городе работает насосная станция, например, которой более 60 лет. Водообеспечение Белгорода-Днестровского зависит от работы пяти насосных станций. Это самый молодой объект. Он был построен в 1982 году. В городе разрабатывают проект подачи воды в дома жителей Акермана, который уменьшит зависимость от скважин. Облсовет уже выделил на частичное решение проблемы полтора миллиона гривен. Речь идет о восстановлении дюкера, который расположен в районе Каролина-Бугаза. Но в 2005 году пришел в негодность. Если систему восстановить, то вода будет поступать Белгород-Днестровский по дну лимана через сеть водопроводов. Сегодня этот вопрос уже, по крайней мере, сдвинулся с мертвой точки. Областным советом выделены деньги в размере полутора миллиона для разработки проекта подачи воды через дюкер. Но это полтора миллиона только проект. Еще порядка 30 миллионов будет стоимость самого ремонтных работ, проведения капитального ребенка дюкера для того, чтобы воду получить за счет инфоксводоканала. У них объем позволяет, но подачи сюда невозможно осуществить. Поэтому пока этот глобальный вопрос решен не будет, эта проблема была, есть и будет. Вода в Белгороде-Днестровском не только нерегулярно подается, но и дорого стоит. Совсем скоро тариф может быть изменен с 19 гривен за кубометр до 26. Основная причина – повышение тарифа на электроэнергию. Нам приходится использовать скважины, глубина которой достигает от 230-240 метров. Поэтому поднять из такой глубины воду и подать потребителю достаточно дорого. Это гораздо дороже, чем та вода, которая сегодня подается из Беляевского водозабора всем потребителям Одессы, в том числе и городам-спутникам. Оппоненты действующего мэра упрекают градоначальников в кадровой чехарде. Много времени уходит на смену начальников коммунального предприятия. У нас нонсенс. Когда пришла власть в 2015 году, у нас был уволен этот руководитель предприятия, Дукач, с должности. Назначен другое должностное лицо исполнять на должность начальника ВД-канала. После этого, в связи с несостоятельностью, по мнению исполнительной власти, опять же городского головы, этот человек был уволен и взял на работу тот руководитель, который был уволен в 2015 году. Ну, вы понимаете, да? Ну, я не знаю еще таких примеров в других городах. В свою очередь, мэр предлагает оппонентам найти в своих рядах специалиста по насосам и скважинам и возглавить проблемную контору. Желающих пока немного, специалистов и того меньше. Я жду, пусть придут предложениями те политические силы или оппоненты, которые меня обвиняют, пусть возьмут на себя ответственность, придут и скажут, я хочу возглавить ВД-канал, и он будет работать, иначе ситуация изменится. Я пожму руку и предоставлю ему возможность себя проявить. Но на сегодняшний день никто из них не пытается этого сделать, потому что они прекрасно понимают, что такую махину взвалить на себя, которая более 20 лет, деньги не выделялись на ВД-канал местной властью. То есть, совершенно такое было впечатление, что предприятия специально делали убыточным, для того, чтобы благополучно его потом передать частной руки. А пока власть всех уровней пытается раз и навсегда закрыть проблемный вопрос, жители Белгорода-Днестровского в ожидании нового графика подачи воды. Какие скважины Облэнерго отключит завтра, еще никто не знает.